С начала курортного сезона в Сочи за нарушение техники безопасности на воде выписано более 120 административных штрафов. Также с января этого года все дыхающие несут ответственность за свой досуг. Подробнее о правилах поведения на воде мы сегодня поговорим со старшим государственным инспектором группы патрульной службы сочинского отделения ГИМС Русланом Котляр. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о наиболее частых нарушениях. Кто конкретно и что нарушает? Сначала бы хотелось рассказать, что такое государственная инспекция по маломерным судам и чем она занимается. В системе МЧС есть наша служба, которая надзирает за эксплуатацией маломерных судов, также за правилами пользования пляжей и другими местами массового отдыха людей на воде. Наиболее частыми нарушениями, встречающимися в нашей зоне ответственности, являются такие нарушения, как управление маломерным судном лицом, не имеющим удостоверения при себе. То есть лица выходят в море, допустим, на гидроцикле, не желая замочить своих документов, и чтобы они пришли в негодность, оставляют их на берегу. Встречают сотрудников ГИМС, которые при проверке этих документов у них не обнаруживают. Здесь сразу применяется мера административного воздействия. А, то есть нельзя доехать до берега, взять документы? Можно, но уже факт нарушения зафиксирован. Если у вас нет при себе удостоверения, это однозначно будет административной ответственностью. Также крайне редко, но встречаются у нас такие правонарушения, как превышение норм пассажировместимости на маломерных судах. То есть маломерное судно, что из себя представляет, это судно длиной до 20 метров и пассажировместимостью не более 12 человек. То есть мы сразу должны здесь объяснить судоводителям, что он считается уже как одна единица, присутствующая на борту. Значит, он к себе в гости больше 11 человек пригласить не может. Некоторые граждане об этом забывают, берут на маломерное судно и 15, и 13 человек. Здесь довольно серьезные административные санкции, поэтому не рекомендуется это делать. Почему это не рекомендуется делать? Потому что каждое маломерное судно раз в 5 лет проходит техническое освидетельствование в органах ГИМС. Но это наподобие техосмотра автомобиля, при котором проверяются нормы снабжения маломерного судна. И в зависимости от пассажировместимости судоводитель или судовладелец предоставляет нам средства безопасности по числу лиц, которые могут находиться на борту. Соответственно, если у него пассажировместимость 12 человек, а он посадил себе на борту 13 или 14 человек, средств спасения на всех уже не хватает. Что может привести к довольно трагическим случаям. Что еще должно быть на маломерном судне, чтобы избежать штрафа? Какие правила должен выполнять судоводитель? При выходе маломерного судна в плавание судоводитель обязан проверить состояние технического своего маломерного судна на отсутствие пробоем, чтобы не было течи в корпусе, на отсутствие утечки топлива, уровня шума своего двигателя, наличие спасательных средств. Это обязательно. Также противопожарных средств. После этого он обращает внимание на наличие у себя судового билета, удостоверение на право управления и в случае отсутствия собственника на борту документа, подтверждающего право пользования либо распоряжения этим маломерным судном в отсутствии собственника. То есть, обычно говорят, доверенность. Вот после этого только он может выйти в море. Какие наказания применяются для нарушителей, так скажем? Для нарушителей у нас законодательством предусмотрено ряд санкций. Это начиная от предупреждения и заканчивая, помимо постановки маломерного судна на штрафстоянку, лишением права управления вплоть до полутора лет. Также в Сочи сейчас работает более 180 обустроенных пляжей. Что в обязательном порядке должно там присутствовать? С 1 января 2021 года вступили новые правила пользования пляжами в Российской Федерации, в которых полностью перечислен перечень обязательных мер, которые должен произвести собственник, либо пользователь пляжами, перед началом его эксплуатации. Сюда обязательно что входит? Это проведение водолазного обследования дна, второе, обязательно укомплектование пляжной территории спасательным постом, обученными и допущенными к проведению работы спасателями, либо матросами-спасателями, оборудованный медицинский пост и оборудование зоны купания. А проверяются ли так называемые дикие пляжи? На регулярной основе сотрудники ГИМС совместно с представителями администрации города, с представителями транспортной прокуратуры. Мы выявляем места массового отдыха людей на воде. Если оно не является пляжем, к нему однозначно применяются те же требования, что и к пляжам. Поэтому мы информируем об этом администрацию, информируем об этом прокуратуру. И уже администрация принимает решение, либо возможно организовать пляжную территорию, либо эту территорию закрепить за какими-то муниципальными спасательными формированиями, для того, чтобы обеспечить безопасный отдых людей на воде. Большинство несчастных случаев, как правило, происходит в шторм. Какие предписания должны выполнять сотрудники пляжей в этот период? Согласно правилам пользования пляжами на территории Российской Федерации, каждый пользователь, либо собственник пляжа, обязан проинформировать своих гостей, посетителей пляжа, о метеорологической обстановке, а также о состоянии санитарно-эпидемической обстановки на его пляже. Значит, если вы обращали внимание, на каждом пляже установлены мачты, на которых вывешиваются флаг, либо желтый, либо красный, либо черный. Вот при желтом флаге, пожалуйста, можно купаться, если он поднят. При черном, либо красном купание запрещено. Также каждый пляж оборудуется информационными стендами, где в обязательном порядке вывешивается информация о температуре воздуха, о температуре воды и о волнении моря. А если какая-то статистика по погибшим на воде? Да, государственная инспекция по маломерным судам ведет учет всех несчастных случаев на воде. Мы постоянно собираем информацию и проводим ее анализ. Анализ проводится с целью выявления более рискованных мест, выявления причин травмирования, либо гибели людей на воде. И после проведенного анализа принимается решение, как минимизировать эти все риски. Какие наиболее частые причины трагедии? Причины у нас из года в год одни и те же. Это купание в штормовую погоду, купание в необорудованных местах, купание в нетрезвом состоянии. Вот это основные причины. По статистике на пляжных территориях, на оборудованных территориях города Сочи практически не бывает несчастных случаев. Все несчастные случаи у нас это в необорудованных местах. Потому что если брать статистику по спасенным людям, она довольно-таки радостная, вызывает гордость за работу именно муниципальных спасателей нашего города. Потому что все спасатели у нас обучены, работают не первый год, знают свое дело. С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила, согласно которым отдыхающие несут ответственность за свой отдых. Расскажите подробнее об этом. Да, правила вступили с 1 января 2021 года, где прописаны обязанности посетителей пляжа. Сделалось это для чего? Для того, чтобы граждане понимали меру своей ответственности при посещении пляжа. Сильных изменений по сравнению с прошлыми правилами нет. Добавилось, может быть, несколько пунктов. Но это основные. Купаться в специально оборудованных местах, не находиться в нетрезвом состоянии, не оставлять детей без присмотра, выполнять требования и просьбы спасателей, которые наблюдают за их безопасностью. А что грозит туристу, не выполняющему эти правила? При выявлении нарушений вступает в действие статья 2.2 краевого закона 608 об административной ответственности. Здесь уже сотрудники администрации, либо сотрудники полиции имеют право составить административный материал и вызвать человека, нарушающего правила поведения, на административную комиссию, которая существует при администрации. И после разбирательства будут приняты также меры административного воздействия. А как часто проходят проверки безопасности, отдыха на воде и в каком формате? На регулярной основе проводится патрулирование. Патрулирование проводится как совместно, так и только сотрудниками ГИМС. Что это из себя представляет? Это есть специальные маломерные суда в распоряжении ГИМС, которые имеют определенную раскраску, определенное оборудование. Мы выходим в море, проводим наблюдения. В случае, если визуально инспектор обнаруживает признаки административного правонарушения, он подходит к маломерному судну, представляется, просит представиться судоводителя, проверяет у него документы и в случае выявления административного правонарушения привлекает его к ответственности. А что касаемо профилактических работ? Проводятся ли они, может быть, лекции в школах? Профилактические мероприятия – это одна из наших первостепенных задач. Потому что предотвратить травмирование либо гибель человека – это важнее, чем потом оказывать ему помощь, когда он уже находится в беде. Ему нужно рассказать, объяснить, научить. С этими целями инспектора ГИМС регулярно. И в течение сезона, когда детки ходят в школу, проводят лекции, проводят открытые уроки, в течение летнего отдыха выезжают в оздоровительные здравницы, предоставляющие услуги по отдыху и оздоровлению детей. Проводят с ними также обучающие лекции, рассказывают на примере, что не нужно делать. И это на регулярной основе проводится. Не только со сотрудниками ГИМСа, но также с сотрудниками администрации, с сотрудниками прокуратуры, с сотрудниками МВД. Все совместно активное участие принимают именно в профилактике этих несчастных случаев. Руслан, давайте напомним нашим телезрителям, что в первую очередь необходимо сделать им, когда они захотят покататься на каком-либо водном аттракционе. Должны ли они потребовать какие-то документы у людей, которые предоставляют эти услуги? Ну, хотелось бы что рекомендовать гражданам, которые используют в отдыхе услуги предпринимателей, оказывающих развлечения на воде. Каждый должен отвечать за свою безопасность. С этой целью не надо стесняться спросить у человека хотя бы элементарно наличие удостоверения на право управления, наличие на борту спасательных средств, противопожарных средств. Убедиться, что лодка прошла техническое освидетельствование. Это довольно-таки легко. Просто просите человека показать судовой билет, где на обратной стороне будет отметка о прохождении технического освидетельствования. Когда вы в этом убедились, то почему не воспользоваться данным аттракционом? Из завершения нашей беседы давайте подведем итоги. Итак, вот, собираясь на отдых на море, на речку, на озеро, что важно помнить в первую очередь? Важно помнить, что ваша безопасность в ваших руках. И не надеяться только на то, что все органы власти, которые задействованы в обеспечении вашей безопасности, всегда успеют к вам на помощь. Поэтому запомнить надо, что купаться нужно в специально оборудованных местах. Это первое. Потому что много людей потратили свое время, потратили свои усилия, чтобы обеспечить этот отдых. Провели водолазное обследование дна, наняли штат спасателей, обучили их, укомплектовали спасательные посты, обеспечили дежурство медиков. Это все для безопасности людей. Поэтому не стоит рисковать и купаться в необорудованном месте, где вы не знаете состояние дна, где никто не проводил водолазное обследование дна, где не обустроена зона купания на воде, где отсутствуют детские купальни. Смотрите на наличие спасателей, смотрите на наличие оборудованных медицинских постов. Никогда не купайтесь в нетрезвом состоянии, в штормовую погоду. Всегда берегите свою жизнь. И помните, что ваша безопасность в ваших руках. Руслан, спасибо за столь интересную беседу. Я напомню, у нас в гостях был старший государственный инспектор группы патрульной службы сочинского отделения ГИМС Руслан Котляр. Руслан Котляр Руслан Котляр Руслан Котляр